Дорогие друзья, день добрый. Завершается 2022 год, уже осталось полмесяца декабря всего у нас. И мы начинаем очередной вебинар портала Прианру. С вами Филипп Березин, главный редактор портала. И сегодня мы будем говорить о Турции. Вроде как самое популярное направление, но что-то мы давно к этой теме не обращались. А сейчас такая замечательная встреча нам предстоит в ближайший час. Я представляю нашего эксперта, мою очаровательную собеседницу. Это Инна Данилова, CEO компании Inest Homes. Инна, здравствуйте. Здравствуйте, Филипп. Спасибо большое, как вы меня замечательно представили. Аж неловко. Все нормально. Тема нашей сегодняшней встречи, ну мы поговорим безусловно о Турции широко, но более узко будем говорить об Анталии. Анталия даже не столько регион, сколько город, заслуживающий особого внимания, на мой взгляд. Просто по разным причинам, о которых, собственно, сегодня и будет идти речь. Инна, давайте сразу. Тогда вы находитесь в Анталии, вы любите Анталию. Может быть, в двух словах тогда почему. А я традиционно просто хочу напомнить. Да, у нас работает чат, можете задавать в нем свои вопросы. И контакты компании Inest Homes, он тоже в ближайшее время в чате опубликует. Пожалуйста, несколько слов. Что Анталия – это что? Анталия стала частью нашей жизни. Мы себя ощущаем абсолютно коренными практически жителями, хотя, конечно, таковыми не являемся. Когда-то мы в свое время сюда приехали. Анталия для нас оптимальный город для жизни по многим критериям. Во-первых, это, конечно, климатические особенности, в отличие от других городов. Это море, где никто такой страшный не кусает. Это смена сезонов, когда мы наблюдаем, в общем-то, разное лето. Не все лето очень знойное. Самый жаркий месяц – это август, часть июля, часть сентября. Но, потерпев эту жару, мы имеем замечательную теплую зиму, что, конечно же, нам всем очень нравится. Анталия – город, который включает в себя много районов. Это крупный город, где сосредоточены различные абсолютно объекты социальной инфраструктуры. Город 2 миллиона с лишним здесь проживают жители. Точную цифру я уточнила – 2 миллиона 619 тысяч 832 человека. Но немножко оговорюсь, да, что это не в самой Анталии черта самого города. Это еще и приближенные к городу небольшие поселения, такие как Кемер, Сиде, Беле, Калания и другие. У каждого своя численность. С самой Анталии именно в городе около 2 миллионов, будем говорить. Это очень удобное авиасообщение с городом. То есть аэропорт находится непосредственно в самом городе. И добираться в любой район города составляет от 10 до 25 минут. В Анталии очень хорошо развиты различные секции, образовательные учреждения. То есть достаточно интенсивная такая большая программа досуга. Сюда приезжают различные люди различных национальностей. Все прекрасно мы между собой уживаемся. Тут различный рынок недвижимости представлен. То есть в принципе можно выбрать объекты на любой вкус. Ну и конечно же это многочисленные парки, это море, это пляжи, это горы. То есть конные клубы есть. Я бы отдельно просто хотел тогда уточнить. Все-таки вы сказали 2 миллиона 600 тысяч вместе с окрестностями. Но сам город это допустим 1,5 миллиона плюс-минус. Может быть чуть ближе к двум. Такая цифра. 2 миллиона цифра большая это мегаполис. Мегаполис и по турецким меркам, и по мировым. Чем все-таки люди занимаются? Потому что я знаю, что очень многие в Анталию прилетают все. А вот остаются действительно немногие. Все разъезжаются скорее по провинции. Чем город живет? Что основного у вас? Опять же промышленность, сельское хозяйство, образование и так далее. Спасибо за этот вопрос. Анталия, да, это действительно большой город. И он не живет исключительно туризмом. То есть тут совмещение различных сфер, жизнедеятельность имеет место быть. Это прежде всего туризм с него начнем. Потому что рядом с Анталией множество, более 300 отелей существует. Также, помимо этого, существует еще и сектор агропромышленный. Это апельсины, все цитрусовые, гранаты. И об этом занимается Анталия тоже. Никаких фабрик, источающих какие-то очень тяжелые выбросы в нашу атмосферу здесь нет. И это действительно чистый курортный город. В городе имеется несколько университетов. То есть достаточно большая образовательная сфера. И, соответственно, профессорский и научный состав тоже в этом задействован. Люди тут живут. Здесь очень много различных больниц, в том числе узкопрофильных, ортопедической направленности. С глазами, что связано, пластическая хирургия и так далее. То есть это тоже медицинский персонал достаточно большой. Кроме того, здесь очень хорошо развит спортивный сектор. В частности, на границе района Кони-Алты и Мурат-Паши построен новый стадион, где много различных секций. То есть это спортивная составляющая. Также люди заняты в разных отраслях. Это и в социальной сфере, в административной, где работают в госучреждениях. Это бизнесы, это транспортные сообщения. То есть народ занимается абсолютно разными профилями. 2022 год. Он для рынка недвижимости Турции был вообще, видимо, особенным, в силу понятных всем причин. Что происходило у вас в Анталии? Мы сейчас говорим именно о городе. Как вы это фиксировали? Цели, задачи, спрос, цены? Пожалуй, несколько слов об этом. Наверное, многие из разных городов, не только из Анталии, агентства недвижимости столкнулись прежде всего с тем, что получали до обеда более 40 заявок на аренду. То есть это первая волна, которая была, дайте нам, пожалуйста, аренду, и обязательно, чтобы это было с видом на жительство. После такого высокого спроса и ажиотажа это повлекло за собой реакцию со стороны государства в виде закрытия определенных районов. Потому что действующим законодательством предусмотрено, если в том или ином населенном пункте, это может быть даже не населенный пункт, это может быть улица района, вот как, собственно, и случилось. Вот пять улиц в Анталии закрыли. Если это не превышает, если допустимая, это грубо, наверное, в отношении людей, ну норма, назовем ее, более 20%, то тогда вид на жительство здесь не выдается. То есть предлагается иностранцам поселиться в других местах, где районы еще открыты. Это первое, что, наверное, вызвало. Второй момент, ну тут я бы не назвала, что какой-то один фактор, наверное, совокупность различных факторов, и в том числе карантины, которые были, они повлекли за собой определенные инфляции, да, там разные мировые, значит, события, которые потрясли некоторые события весь мир. Они, конечно, повлекли за собой рост цен. Повлекли спрос, поскольку Турция, она занимает нейтральную позицию, это подходит очень большому количеству людей. Вот, она гостеприимная, в принципе, к гражданам из разных стран, и никаких препонов не в открытии банковских счетов. Ну тут я немножко оговорюсь, были там нюансы с банками, но они быстро разрешились, и в принципе банки установили там некоторые новые правила, но счета продолжали открывать иностранным гражданам. Вот, если это совсем прям объективно, да, говорить. Не так, что вот как все было, так и продолжалось. Нет, ну были некоторые моменты. Вот это повлекло за собой, конечно, большой приток иностранцев повлек за собой поднятие цен на недвижимость, потому что рынок, он хоть, в принципе, и большой для большого города, но если мы начинаем присматриваться к объектам, то их не так уж и много, которые бы хотели бы, чтобы были, да, потому что различные районы Анталии имеют различный жилой фонд, где-то инфраструктура с бассейнами, с охраной, скрытыми парковками, а где-то нет. Вот как раз об этом ты как раз и хотел чуть больше спросить. Все-таки Анталия, это в большей степени, если мы говорим о недвижимости сейчас, исходя из тех предложений, которые есть, это в большей степени город такой для постоянной жизни, или это все-таки больше курорт, ну и, соответственно, у курортов одна недвижимость, у города другая? Наверное, будет неправильно как-то разделить, как на черное и белое это. Я бы сказала, что это город смешанный, потому что здесь есть и абсолютно городские зоны, абсолютно лишенные какого-то туризма и какого-то отдыха, асфальтированные обычные улицы, к которым, в общем-то, граждане постсоветского пространства привыкли. Сразу можно, может быть, оговорюсь здесь, в Анталии практически отсутствует частный сектор в понимании русскоязычного человека. То есть это многоэтажные дома. Ну, то есть посреди города увидеть улицу частных домов не представляется возможным. Это многоквартирные дома. Как мы называем это частный сектор, да? Вот такого практически нет. То есть есть определенные места, где расположены виллы, дома. А сам город это все-таки дома многоэтажные, различные этажности. Это все-таки квартиры. Но виллы тоже есть. Вот, но не прямо вот в черте города. Но также есть, помимо обычных простых районов городских, есть также и более туристические, назовем такие районы, где полюбились, которые уже и где много очень иностранцев. Это такие районы, как Куни-Алты, районы Лары, близко к пляжам, потому что я иногда, может быть, это утрировано, но все-таки говорю, мне иногда кажется, что мы продаем здесь не квартиры, а море. В вашем случае это тоже так? То есть даже в этом году все-таки основной спрос был именно на что-то курортное? Анталия, она, понимаете, она является сосредоточением всего того, что человеку нужно для уютной и комфортной жизни. Прилететь, и чтобы потом далеко не ехать, аэропорт прежде всего. Международный, более 180 направлений. Далее, это многочисленные парки, это большое количество все-таки различного населения, и турецких граждан, и иностранных граждан. И поскольку уже давно Анталию покоряют иностранцы с русским языком, то здесь как такового языкового барьера то, в общем-то, в некоторых районах и нет. То есть турки, я заметила, они схватывают язык быстро и уже говорят с нами на русском языке многие. Поэтому это смешанный город, я бы назвала, но он все-таки совсем отличается от небольших курортных городов, где только туристическая направленность. То есть это все-таки город университетов, это город серьезных выставок, выставок, кинофестивалей, ну и так далее. Хорошо. Но давайте тогда поговорим о спросе и о предложении сейчас. Во-первых, вот я уже слышал, что есть, ну как бы, был непосредственно в Анталии в основном только в аэропорту, хотя и приезжал как турист. Я думаю, что большинство людей, ну значительная, вернее, часть людей, именно так, то есть потом уже разъезжаются в Кемер, в Аланию и так далее. А собственно в Анталии это и не задерживаемся. Вот есть этот район, который у моря, есть район Лара вообще новый, приморский, но новый, да. А я слышал, есть еще просто огромные кварталы, которые, ну таком понятный русскоязычному покупателю терминологии можно было бы назвать спальнями. Насколько это так и вот куда сейчас развивается этот город? Что сейчас в первую очередь строят? Ну смотрите, прежде всего, да, я часто говорю о том, что люди говорят, где ты был, а где ты отдыхал этим летом? Я отдыхал в Анталии. И выясняется, что отдыхал он не в Анталии, а в Кемере. А прилетал он в Анталию. У всех в билетах написано место прибытия Анталия. И дальше все уже начинают разъезжаться, в общем-то, по регионам мы их называем. А саму Анталию по объездной дороге объехали и толком город не увидели люди. Есть три основных района, ну четыре основных района, скажем так, город административно делится. Самый большой район это Мурат-Паша. Это центральная часть города и немножечко уходит северная и северо-восточную часть этот район. Это самый большой район Мурат-Паша. Практически весь город он охватывает. Сразу же хочу сказать, что южная часть этого района, она как раз таки выходит на побережье. Но здесь есть один нюанс. Часть города Анталии находится на возвышенности. То есть это 50-метровая скала, она охватывает район исторического старого города Калеичи. И это высокое расстояние до моря. То есть вот подошел, вроде как море и рядом, а куда к нему спуститься-то? Это, конечно же, затрудняет купание, потому что там будут понтонные пляжи, а их кто-то построил, эти понтонные пляжи, они будут платными, безусловно. Все остальные пляжи это национальное достояние, они являются бесплатными, пожалуйста, купайтесь, за исключением вот огороженных каких-то мест, которые там, видимо, в арендных отношениях с администрацией. Но мы этого не касаемся. Потом район Лара и район Коньялты. Они, соответственно, Лара с восточной стороны города, от центра восточная сторона, это по направлению Калани, и район Коньялты, это западная сторона города по направлению Кемеру. Два слова буквально о каждом районе. Лара район, немного вас поправлю, он все-таки не новый. С Лары на самом деле и начиналась застройка города, то есть центральная часть города удалялась сначала в восточную сторону, облагораживалась, что в итоге привело к названию Лара. Ну, Лара это такое простонародное название, Лара Джадаси, это есть улица такая Лара, а вообще район этот административный называется Мурат Паша. Вот. И район Коньялты, он так и называется, район Коньялты. Да, это очень большой район. Внутри этого района находится, например, огромный Агдениз-университет, который вот как город в городе буквально. Там ходят автобусы, это очень большой университет, там, наверное, более 20 факультетов есть в этом университете. Да, серьезное такое образовательное учреждение. Он идет как бы на границе Коньялты и Кипеза, наверное. Но, тем не менее, мы его относим к Коньялты. Так вот, Коньялты, он завоевал свою популярность, высокую прежде всего тем, что у него прямой выход к морю, нет никаких скал. И в 2018 году протяженность более 7 километров вот этой прекрасной, красивой набережной, коньялты, вдоль которой и беговые дорожки, и дорожки для велосипедистов, и просто для пешеходов, современные такие фонаристы от освещения, бесплатные парковки вдоль всей набережной. Вот она длится, протяженность этой набережной около 7 километров, вдоль как раз таки пляжей. Можно остановиться в любом месте и сразу же пойти искупаться. Ой, это у меня что-то на улице. Вот, поэтому и район Кипес, который стал набирать обороты по некоторым критериям. Во-первых, он, это северный район, от Мурат-Паши более северный находится. Район Кипес очень большой тоже, наверное, примерно такого же размера, как Мурат-Паша. Так вот, Кипес начал набирать свои обороты по каким критериям? Во-первых, более бюджетное жилье, потому что он отдален от моря. Во-вторых, это открытые районы, открытые улицы, нет никаких сложностей в оформлении вида на жительство. И последние годы, значит, там достаточно интенсивно уже достраиваются, строилось это соединение трамвайной ветки с центром города. То есть из Кипеса очень просто добраться до центра. Вот. Давайте тогда, раз вы уже сами затронули этот вопрос, связанный с видом на жительство. Вот, насколько я понимаю, четыре части Анталии сейчас не подходят под ВНЖ. Можно несколько слов о них? И вот вопрос сразу от нашего зрителя Максима. Насколько изменились цены на недвижимость после закрытия района? Заметили ли вы что-то? То есть, соответственно, часть людей, естественно, уже этим районом не интересуются, коли их цель была ВНЖ. Несколько слов об этом. По поводу закрытия районов. Район – это все-таки большой сегмент. Это вот район Конь-Алты, например. И в районе Конь-Алты закрыто три улицы. Не весь Конь-Алты закрыт под получение вида на жительство. Этими улицами являются Лиман, Сарысу и Хурма. Пока ситуация такая. Возможно, она изменится. Но на сегодняшний день по аренде получить вид на жительство здесь не представляется возможным. И те люди, которые в мае, в июне приобретали недвижимость в этих районах, они все прошли на ВНЖ, то есть до принятия этого района. В настоящий момент поступает противоречивая информация, но она поступает. Мы мониторим эту ситуацию. В случае, если будет кадастровая оценка в ТАПУ более 75 тысяч долларов в турецком эквиваленте, в лирах, соответственно, то в закрытых районах, возможно, начнут давать ВНЖ покупателям, не арендаторам недвижимости тоже. Пока мы смотрим на эту ситуацию. Пока я не могу сказать, что это все однозначно так и есть. Потому что миграционные службы, они работают таким образом. Мы сдали закон, и они его какое-то время еще учатся применять, скажем так. Все-таки вопрос о ВНЖ принимает, конечно, государственный орган, миграционная служба. Есть еще две улицы, которые, улицы, не весь район, которые закрыты под ВНЖ. Я просто уточнись сразу, хочу для меня это немножко, ну так, со стороны, звучит немножко странно. То есть речь идет просто буквально вот улица, и, соответственно, дом, который находится на этой улице, он попадает под ограничения, а если дом находится, ну, условно, в соседнем переулке, он уже не попадает. Но это дома вот буквально там... Ну, конечно, я вам могу привести такой пример. Район Коньялты. Внутри этого района существует много так называемых, как вот мы просто стараемся сделать не то, чтобы перевод буквальный, а вот чтобы понятно было, о чем вообще идет речь. Ну, скажем, таких микрорайонов, таких маленьких, и они идут по названиям улиц как раз-таки. Вот, например, район Коньялты. Есть Лиман, улица Лимана. И рядом с ней соседствует Гюрсу. Вот, они буквально в нескольких ста метрах друг от друга находятся. Так вот, в Гюрсу, пожалуйста, а в Лимане нет. Ну, идеологически и территориально это действительно, по сути, одно и то же. Хорошо, тогда смотрите, ну, вот для многих риэлторов это стало сюрпризом, таким не самым приятным, то, что с 1 июля появились эти ограничения, они так или иначе расширяются. Зафиксировали ли вы какое-то изменение спроса на те районы, которые попали под ограничения и, соответственно, на изменение цен? Можно ли сказать, что примерно одинаковый тип жилья под ВНЖ и не под ВНЖ стоит теперь, ну, по сути, по-разному? И какая здесь может быть, можно ли на этом что-то выгодить тем, кто ВНЖ получать не собирается, а купить хочет? Смотрите, когда мы работаем с нашим клиентом, с нашим покупателем, кто к нам обращается, мы задаем всегда первый вопрос. Скажите, какую потребность вы закрываете этой покупкой? Для чего вам нужна эта покупка? Вы хотите приезжать отдыхать, сдавать в аренду, хотите переехать на ПМЖ, либо хотите выиграть цену и заработать на перепродаже потом этой недвижимости? И когда в процессе разговора мы начинаем задавать эти вопросы, то выясняется, что какому-то количеству покупателей совершенно ВНЖ не нужен, потому что тот режим безвизовый, формально визовый, который предусмотрен, он позволяет российским, например, гражданам 60 дней каждые полугода находиться в стране, когда задаешь вопрос, вы сколько будете тут находиться? Ну, приеду на неделю в ноябре, приеду на неделю в феврале. Я говорю, вам нужен ВНЖ? Я не знаю. То есть вот недостаток информации, либо искаженной порой информации, и я наблюдаю, что многие блогеры сейчас развелись, которые вот что-то услышали, тут же бегом-бегом это, значит, в соцсети куда-то опубликовать, и требуют корректировки ту информацию, которую блогеры предоставляют. Она не всегда либо достоверная, либо она бывает искаженная прямо. То есть нужно человеку, мы стараемся все время объяснить, зачем вам нужно это ВНЖ, и нужно ли оно вообще. Если оно действительно нужно, то, конечно, нужно выбирать район, который будет закрывать эту потребность, соответственно. Но есть огромное количество людей, которые не планируют приобретать ВНЖ, а вот как раз-таки на первом месте у них стоит близость к морю. Это хороший район, хорошие соседи, разрозненная застройка, многочисленное количество парков, современное строительство с бассейнами, и этот список я могу продолжить. Но эти районы могут оказаться закрытыми. Приобрести недвижимость в этом районе, конечно, можно. Вы станете полноценным собственником не только квартиры, но и доли в земле, на которой стоит этот жилой дом, о чем в ТОПУ, а ТОПУ это свидетельство о регистрации права собственности, будет указано. Так вот, как ваш вопрос, я не ответила на него, как это повлияло на рост или не рост цен. Так вот, этот сегмент покупателей, который хочет пожертвовать, готов, вернее, пожертвовать видом на жительство, либо ему это не нужно, этому человеку вид на жительство, но я хочу купить то, что мне будет нравиться, и я буду чувствовать счастливым и довольным себя, конечно, продолжают приобретать недвижимость в закрытых районах. Потому что в некоторых районах открытых альтернативы таких жилых комплексов либо нет, либо очень мало. А вот о какой альтернативе вы говорите? Вот те районы, которые закрытые для ВНЖ, ну, понятно, может быть, одним словом их не опишешь, но что, это престижные, дорогие, близкие к морю? Вот те четыре места, что закрыты в Алании, это какие? Они, ну, эмоционально так... Ну, в Алании там очень много... На самом деле, это не очень большой район, скажем так, Лиман и Хурма, на фоне всего города. Я подчеркну, на фоне всего города. Я сейчас не говорю там, где живут только иностранцы или в основном иностранцы, а на фоне всего города это, в принципе, небольшой микрорайон, где закрыли сейчас получение вида на жительство. О какой альтернативе я говорю? Центральная часть города это, в основном, застройка старых домов, которые сейчас попадают под реновацию. Не так работает система реновации, как, допустим, в России. Немножко другая система. Это все-таки бизнес, подход к бизнесу. Это делают застройщики, это частные строительные компании. Они начали уже, все-таки, строя новый дом, пытаться ввести туда не только... Ну, понятно, они строят современными стройматериалами, но ввести какие-то элементы инфраструктуры комплекса, огородить территорию, поставить видеокамеры. Но зачастую из-за того, что застройка достаточно плотная в центральной части города, да, есть такой недостаток и достаточно серьезный, то не позволяет площадь земельного участка на месте снесенного дома сделать еще бассейн. Вот, поэтому есть новые дома, но они идут без бассейнов. Многим людям хочется все-таки где-то купать в бассейне, и это... Мне бассейн нравится, например. Вот. А вот в районах, где, как я сказала, закрытые районы, там все-таки в большей части уже жилые комплексы именно... Есть жилые комплексы и комплексы, простите, именно с бассейнами и с какой-то инфраструктурой в виде фитнеса, сауны, там, парковок. Но я хочу сказать, что в Кони-Алты также есть такие интересные улицы, которые открыты. Мы между собой в простонародье их называем Анталийская рублевка. Это районы Унджалы, Улуч, Бюрсу, которые... Не все из них приближены к морю, ну, достаточно на оптимальном расстоянии, в принципе, находятся от моря пешей доступности. Почему я о них сейчас сказала? Потому что именно на этих улицах расположена часть жилых комплексов, которые существенно отличаются от основного жилого фонда Анталии. Это крупные жилые комплексы с количеством блоков более шести. В основном пятиэтажные строения, но есть и восьмиэтажные строения. И, скажем так, с самой лучшей инфраструктурой жилого комплекса, который вообще встречается на рынке недвижимости Анталии. Конечно, ценник высокий. Многие из этих домов и комплексов, квартир в этих комплексах подходят под получение гражданства. Это будут зимние бассейны. Даже гражданство? Конечно. То есть это уже 400 плюс там может быть цена? Безусловно, безусловно, да. Это будут комплексы прямо с охраной, с крытой парковкой, с местами на парковках за определенными квартирами. Дальше это будут фонтаны на территории даже. То есть и это будет все с газовым отоплением. Анталия практически вся газифицирована, за исключением, ну, может быть, некоторых улиц. Но техническая возможность проведения газа до дома там почти везде есть. Это большой плюс, потому что все побережье не имеет газового отопления, и вы имеете Анталия. Хорошо. Скажите, все-таки такой момент. Здесь, как я понимаю, можно провести вот такую аналогию. Чем ближе к морю, тем больше домов вот с такой инфраструктурой мощной. И, а наоборот, вот те новостройки, которые строятся вдали, и, может быть, та вторичка, которая есть вдали, это, ну, просто жилые дома без всего. И при прочих равных, насколько меняется, ну, цена изначально, и насколько расход, вот, коммунальные платежи и все остальное, как они могут отличаться в таких случаях? Я поняла ваш вопрос. На самом деле нет. Вот если взять район Кони-Алты, то застройка района как раз начиналась вот линией моря и пошла дальше, 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 дальше. Естественно, это начиналось 20 лет назад, и дома, которые стоят на первой береговой линии, очень многие дома вот с таким большим жизненным стажем более 20 лет. Поэтому первая береговая линия это как раз лакомый кусочек, который, в общем-то, застроен. Хотя есть пару-тройку комплексов, которые в бюджете под миллионы выше, с панорамными видами на море, с видами на набережную, город и горы. Вот таких несколько жилых комплексов вдоль первой береговой линии в Анталии, конечно, есть. Дальше уже идет абсолютно разная постройка, потому что все зависело от того, где какой земельный участок сможет найти и купить застройщик. Поэтому, в принципе, есть дома и более возрастные, есть дома и более современные. И вот на сегодняшний день, поскольку Анталия испытывает колоссальную нужду в земельных ресурсах, она не резиновая, уже мало земли, где можно строить, сейчас с администрацией города был открыт район, называется Алтентаж, который находится в северо-восточной части города, недалеко от аэропорта. Но, тем не менее, вопрос с аэропортом и шумом застройщики закрыли сразу, предоставив соответствующую карту шумоизоляции, где какое расстояние идет от взлетных посадочных полос. Это те строительные объекты, которые приближаются к аэропорту. Есть и те, которые дальше от аэропорта находятся. И по этой карте мы, конечно, показываем нашим покупателям всю эту карту, все эти замеры, это все было сделано специалистами, с администрацией города, что шума не будет там. Хотя могу сказать, что даже был такой запрос, а я хочу смотреть, как взлетают и садятся самолеты. Аттракционщик из квартиры. Но, смотрите, вот я опять же видел на картинке, сам в этих районах не был, вот те районы, которые, можно ли сказать, вернее так, что в Анталии есть районы, ориентированные вообще не на туристов, а на тех, кто будет жить постоянно, а районы совсем не курортных объектов. То есть, таких, вы знаете, новостройки, новостройки, новостройки. Что это такое? Насколько эти районы не только ориентированы, но и по факту заселяются, в первую очередь, турецким населением? Или, по большому счету, тут тоже такого нет, и в Анталии сейчас нет турецких кварталов? Наверное, турецкие кварталы, они больше все-таки занимают северную часть города. Здесь есть такая большая разница, почему стали строиться определенные планировки дома, жилые, которые стали раскупать иностранцы. Я говорю часто, что наш покупатель, он зачастую не закрывает свою основную потребность в жилье. Ему достаточно, в принципе, купить что-то типа дачи на море, куда он будет эпизодически приезжать, купаться в море, наслаждаться жизнью и уезжать. Местное население подходит к вопросу покупки недвижимости с другой стороны. Турецкие семьи в большинстве своем любят жить вместе, им нужны квартиры просторной площади, поскольку это, в принципе, обычное абсолютно население, которое, как и любой человек, не хочет платить большие деньги за коммунальные услуги, то есть оплачивать эту инфраструктуру, то, конечно, им все это не надо. Им нужен просто дом с большой хорошей площадью, желательно с отдельной кухней, например, иностранец зачастую хочет модную открытую кухню, совмещенную с гостиной. Иностранцу не нужна, бывает, не нужна большая квартира, огромная, потому что ему, в принципе, для эпизодических приездов, визитов можно и небольшую квартиру. И вот здесь получается большая пропасть между запросами местного населения и иностранцами. И тут уже застройщик самостоятельно решает, на какой сегмент покупателя он будет ориентироваться. Я напоминаю, мы беседуем с сыном Даниловым, руководителем компании Inest Homes, и контакты я попрошу еще раз опубликовать, потому что, ну, понятно, что не все хотят задавать свой вопрос именно в чате, хотят, может быть, поговорить лично. Инна, давайте немножечко о ценах. Какой сейчас минимальный порог входа в недвижимость Анталии, что продается за минимальные деньги? Какова вам, потом вы, ну, уже приводили пример объектов, которые вообще стоят под гражданство, то есть там 400 тысяч плюс. С каким бюджетом, на что можно рассчитывать, и как эти цифры изменились за 2022 год? Ну, вы знаете, можно я с конца начну, как изменились цифры, а потом перейду к реальной стоимости объектов недвижимости в Анталии. Даже наши самые смелые прогнозы, которые мы рассказывали в конце 2021 года нашим инвесторам, которые у нас из года в год покупают квартиры, перепродают их потом, даже наши самые смелые прогнозы, они не обравдались, потому что цены улетели очень далеко, о чем я, в общем-то, вначале и говорила. Год был нестандартный. И, в принципе, по 2022 году, наверное, сложно судить, что так и будет всегда. Будет, наверное, какой-то момент остановки цен, но, наверное, не с 1 января, потому что у нас с 1 января мы ждем новый закон, который объективно должен еще увеличить цены. Это связано с налогообложением. Ну, да, мы будем его читать, сейчас пока мало информации по этому закону. Это то, что не секрет, наверное, многие, кто интересовался недвижимостью в Турции, знают, что есть разница между рыночной стоимостью объекта и кадастровой стоимостью объекта. Так вот, новый закон обещает, что, да, вот еще немножко надо сказать, любая сделка, в которой участвует хотя бы один иностранец, будь он продавцом или покупателем, она должна обязательно пройти экспертную оценку, то есть должно недвижимое имущество пройти экспертную оценку. И вот новый закон будет говорить о том, что стоимость, которую будем указывать мы в ТАПУ, государству показывать кадастровую оценку, должна соответствовать этому заключению эксперта. Но я еще раз повторяю, что пока этот закон мы ждем, мало по нему информации, мы о нем расскажем, когда мы его весь прочитаем в полной редакции. Вот, то есть это что за собой теоретически повлечет? Это увеличение налогооблагаемой базы с недвижимостью повлечет, и собственники, конечно, этот налог, скорее всего, начнут включать в стоимость, в цену, ну, от чего пострадают потенциальные покупатели. Будем смотреть. Что касается цен на недвижимость, в принципе, в районе 50-60 тысяч найти жилье в Анталии можно. Вот, очень часто многие говорят, что нет, вообще такого нет, и не приходите. Его мало, оно далеко от моря, это северные районы, это достаточно такие простые районы, без вот этих вот красивых набережных вдоль моря, да, но такие объекты есть. И мы, когда публикуем объекты у себя, они просто очень быстро расходятся, не успеешь поставить на сайт объявление, и уже продали эту квартиру. И мы ставим иногда, как квартиру, образец, потому что они могут быть очень похожи по планировкам и по отделке, да, эти квартиры, которые будут выскакивать на рынке. И мы объясняем, что мы начинаем под ваш бюджет искать вам, под ваш бюджет. Средняя стоимость квартиры сейчас по центру 1 плюс 1, где-то в районе от 60-70-80 тысяч долларов, либо евро, приблизительно, да, сейчас говорю. 2 плюс 1 тоже можно найти в районе 80 тысяч, 70 тысяч, но я обращаю внимание, это будет центральная часть города, где можно оформить вид на жительство, но не нужно ждать инфраструктуры в виде бассейнов, русалок, бассейнах и так далее. Этого всего не будет. Но это будет нормальное абсолютно жилье в доступном сообщении к общественному транспорту, то есть и относительно не старый дом. Но вот вы сейчас называете такие относительно бюджетные варианты, это новостройки или наоборот это вторичка? Перемешано. Есть и новые дома в виде реновационных домов, построенные взамен снесенного дома. Такие тоже есть варианты, они в центральной части города. Если мы говорим о районах уже более, скажем так, со всеми вот этими фишками в виде набережных, парков, вот красивых видов, то ценник на 1 плюс 1 где-то в районе от 90-95 тысяч. Вот, на 1 плюс 1. Ну, как я понимаю, люди, которые приобретают объект с фишками, они должны еще, очевидно, понимать довольно существенно, мы тоже как-то обсуждали это, разницу в Айдаде. То есть тут вот несколько слов, можно об этом? Конечно. Что такое Айдад? Два слова буквально скажу. Чтобы определиться в терминологии, вода, свет, который есть в квартире, они оплачиваются отдельно по счетчикам, приходит квитанция. Но если квартира находится в жилом комплексе, еще его называют СИТЭ, либо резиденция, либо СИТЭ, и там имеются видеокамеры, лифт в доме, бассейн, который нужно чистить, куда нужно покупать хлорку, всякие химикаты, оплачивать услуги консьержа, он называется КПДЖ, который, может быть, живет в этом комплексе, либо приходящий, который, собственно, за садом следит, стрижет все, цветочки докупаться. И вот весь вот этот объем работы, связанный с благоустройством и поддержанием благоустройства, он оплачиваемый, и называется он Айдат, от слова «ай» месяц турецкого. Он разный. Айдат, значит, его устанавливает управляющая компания, но он может меняться. Бывает, что собственники собирают собрание и возмущаются, топают ногами, говорят, мы не хотим так много платить. Начинаются дебаты на собраниях. Это очень отличное мероприятие. Дело в том, что мы для наших клиентов осуществляем пожизненный постпродажный сервис, и хождение на такого рода собрания тоже входит в наши обязанности. Ну вот давайте так, предположим, объект, ну, совсем, как вы сказали, с фонтанами, русалкой, русалкой и так далее, да. Порядок «Айдата» какой сейчас может быть. И, кстати, вот эти цены, они в сторону увеличения сейчас изменяются, ну, с учетом того, что сейчас вроде как все в мире дорожает. Да, конечно. Значит, помимо «Айдата», я вот только пришла в голову, есть еще один такой хитрый платеж, он называется «Димирбаш». Это экстра-платеж, если денег на «Айдаты» не хватает для того, чтобы закрыть нужды комплекса. Он обычно раз в год собирается, и он может составлять либо какую-то твердую денежную субу, либо один дополнительный размер «Айдата». Ну, шезлонги сломались, например, нужно шезлонги в бассейну докупить. Это все на собрании рассказывает управляющий, зачем и что нужно. Вот. Размер «Айдата» колеблется приблизительно, наверное, от 250 лир и выше. Самый большой «Айдат», который я знаю по элитным комплексам, составляет 2000 лир. Ну, давай так, 200 евро с небольшим, так это получается? Нет, 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 это много. А, нет, «Миража» 20, сейчас 100 евро, соответственно. Около 100. Да, примерно так получается. Ну, так, около 100 евро, правильно. Там 19, сейчас что-то такое. Ну, это редкое явление, 2000, в среднем, скажем так, от 500 до 1000. Вот так. Я правильно понимаю, что есть, ну, вот, среди новостроек, особенно вот в Кипесе, там где-то совсем на севере города, это район, там вообще «Айдата» может не быть, ну, условно, или практически он может быть. В некоторых домах, конечно, конечно, в некоторых домах, где нет никакой инфраструктуры, просто подъезд, то там вообще может не быть «Айдата». Ну, раз, может быть, там в полгода кто-нибудь придет и на уборщицу соберет, которая лестницу помыла, и все. Пару слов еще буквально все-таки вот про вот эти объекты, вот про это сейчас появляются, действительно, как я понимаю, целые кварталы новостроек, вот такого, ну, как-то спального типа, да, то есть как бы, что это такое, опять же, какие цены там, и, опять же, там большие квартиры, маленькие, как с транспортом, как это далеко от моря, и вообще вот отдаленные районы города Анталия, насколько это интересно с точки зрения транспорта, насколько это реально, без машины, без своих. Ну, я сразу скажу, что 4 километра от моря для Анталии, это недалеко, это нормально, потому что первые 3-4 километра почти вся Анталия вдоль береговой линии застроена, то есть там точечно появляются какие-то дома, какие-то предложения вторичного рынка, но даже если мы проедем по части центральной города, либо чуть-чуть затронем еще конь Ялты, я всегда спрашиваю своих покупателей, если вы увидите краны строительные, скажите мне, то есть тут практически ничего не строится, но этот район можно рассматривать, потому что дом 2019-го постройки года это нормальный новый дом со всей хорошей инфраструктурой, он будет в нормальном районе, но это будет называться уже вторичка, безусловно. Те стройки, которые сейчас стартовали в новых районах, это и в Кипезе стартовали такие стройки, и в Алтенташи, часть есть в Аксу, они заслуживают внимания, потому что застройщики, конечно, постарались, разработали шикарные строительные проекты, приобрели земельные участки с большой территорией для каждого жилого комплекса, на что мы обращаем внимание, насколько интересно будет, насколько будет позволять площадь участка построить вот такую красоту, которую вы нарисовали в проекте. Да, они заслуживают внимания, и у них очень много всяких фишек и опций, то есть это и теплый пол, это и крытые парковки, открытые, и различные площадки детские внутри, на территории этого жилого комплекса, это и охрана, и бассейны закрытые, открытые, и внешний вид, сам внешний вид эстетически жилых домов очень красивый. Поэтому здесь, как инвестиционную привлекательность эти квартиры, я считаю, что необходимо обязательно рассматривать. Куниалты когда-то тоже был район, где паслись овечки, и в итоге он приобрел очень большую красоту и большую популярность. И этот район тоже быстро наберет свои обороты, а турки быстро строят, быстро все делают, они в этом во всем заинтересованы. И застройщики, в том числе, конечно, чтобы их объекты продавались, они будут принимать участие в развитии района своими средствами и своими силами. Поэтому инвестиционно это очень интересное предложение. Колеблется цена на сегодняшний день строящихся проектов где-то приблизительно от 100-116 тысяч на квартиры 1 плюс 1, заявленной площадью 45, 55, 60 квадратных метров в зависимости от проекта. Различные планировки есть. Распространенные планировки 1 плюс 1, то есть это отдельная спальня, это гостиная, вторая комната это гостиная с кухней открытого плана балкон. Дальше 2 плюс 1 такой же, то есть получается 2 спальных плюс третья комната это гостиная с открытой кухней либо отдельной кухней. Бывает, что разница цена, потому что отдельная кухня забирает квадратные метры соответственно. Еще пару вопросов перед тем, как мы с вами пробежимся по конкретным объектам, по конкретным примерам. Все-таки вопрос по ВНЖ, который всегда интересует, какая сейчас ситуация? Как быстро оформляется? Какие очереди? Были ли какие-то затыки? Если не брать, собственно, историю, связанную с конкретными местами, где приобретать под ВНЖ нельзя. Что сейчас, как быстро вы это делаете? Можно я уточню вопрос по Ваш вопрос? Мы сейчас говорим о покупателях недвижимости, либо об арендаторах, либо о тех и других? Сначала об одних, потом о других. Окей. Значит, при покупке недвижимости покупатель в любом случае получит вид на жительство при покупке недвижимости. Разницу ввели следующую. Если кадастровая стоимость покупаемого объекта составляет в турецких лирах менее 75 тысяч долларов, то ВНЖ будет выдан с идентификацией как туристический. Я сейчас немножко раскрою эту тему. И если 75 и выше кадастровая стоимость, то ВНЖ по топу. Значит, что это означает? Я опять-таки, прежде чем я начну рассказывать, я хочу обратить внимание, что все, что касается иностранцев в Турции, меняется. Возможно, эта ситуация будет изменена. Никогда в худшую сторону, в принципе, глобально в худшую, за все время моего проживания в Турции, более 13 лет, не было. Только улучшалась ситуация. Да. И еще один момент перед тем, что я правильно говорю, все-таки мы сейчас говорим о районах Анталии, где разрешено, вот в этих районах. Да, да. По закрытым будем смотреть, что будет видоизменяться, пока мы говорим про открытые районы. Вот. Значит, ну даже на открытых районах людям проще будет понять, что я рассказываю. Вот все, открытый район, никаких препятствий нет. Говорим только о том, сколько стоит квартира и могу ли я получить ВНЖ, да? Вот. Если кадастровая стоимость составляет менее 75 тысяч, то получаем туристический вид на жительство, который будет от 6 до года, от 6 месяцев до года может быть выдан. Его могут выдать и на 2 года, в принципе, но зачастую от 6 месяцев до года выдают на основании вот этого ТАПУ, но туристический. Продлевать вид на жительство туристический просто. Это делается онлайн. Единственное, что нужно будет в миграционную службу привести справку о том, что квартира, по которой вы изначально подавались, первый раз, да, сейчас продление, например, да, то она по-прежнему принадлежит вам, то есть, ну, что вы продолжаете быть ее собственником. И с позиции действующего закона на сегодняшний день, если вы имеете туристический вид на жительство, который вам дает абсолютно те же права, как и ВНЖ по ТАПУ, он сейчас, да, вот информация на сегодняшний день, может в дальнейшем не дать вам основания, чтобы претендовать на турецкое гражданство. А тот вид на жительство, который выдается по ТАПУ 75+, да, стоимость кадастровая, он может дать возможность претендовать по истечении 5-6 лет на турецкое гражданство. Я хотела бы обратить внимание, что когда люди, ой, я хочу потом подать на гражданство, я говорю, вы можете гарантировать, что все эти 5 лет, 5-6 лет вы будете постоянно проживать только тут, потому что когда начинается сбор документов на гражданство, первый документ, который представить необходимо, это ваши выезды и въезды, то есть просто купить и не жить, нельзя будет потом податься на гражданство. Это случаи с ВНЖ, это не случаи, когда идет покупка по инвестициям на гражданство, я говорю о случаях покупки под ВНЖ, в дальнейшем оно может давать право, а туристически может и не давать. Что по аренде и насколько говорят, что не всегда охотно или менее охотно выдают сейчас ВНЖ под аренду, даже в разрешенных районах, или вы с таким не сталкивались? Конечно, сталкивались, конечно, сталкивались. И таких случаев очень много. Заметили такую тенденцию? Я не могу это объяснить, это, наверное, есть какие-то распоряжения у миграционной службы, что поступает очень много отказов для граждан Казахстана и Белоруссии по аренде. Вот украинцам и русским отказов я не видела, на моей практике всем дали. А вот белорусам почему-то и казахам почему-то отказы были по аренде. Вообще ходят такие разговоры о том, что есть некоторые волнения среди местного населения, что приехало очень много людей на аренду и что давайте как-то вопрос с ВНЖ по аренде как-то решать, чтобы это не было так доступно. Вот такие вот настроения в обществе существуют. Как они будут решаться со стороны государства, будем смотреть. Пока резких выпадов, слава богу, нет. Все приезжают, всем дают. И вопрос тоже традиционный в применении к Анталии и как раз к перспективам сдачи в аренду. Вы сказали и про там новые районы, и про туристические, и про спальные. Сейчас относительно легко сдать можно все, что угодно или все-таки есть определенные трудности, тем более в районах под ВНЖ неподходящих? Ну, сдать в аренду трудности-то какие могут быть? Если у арендатора есть деньги, его подходит цена, снимай квартиру. Нет, я покупаю квартиру. Нет, я сейчас говорю именно со стороны собственника. Покупка квартиры, и я допускаю, что я в этой квартире особо жилья не буду. Просто ведь высокие на аренду. Проблем у собственников нет. У них есть только одна проблема. Они думают, как еще поднять цену. У них нет, у собственников сейчас нет проблемы со сдачей в аренду квартир, потому что внутри района есть люди, которые меняют свое место аренды. И у них есть уже адрес до этого закона был получен, и они могут поменять свое жилье, сохраняя, что они в эти 20% были посчитаны. Сейчас собственники на самом деле просто занимаются повышением цены своей аренды, своей квартиры, и все. Они же видят, что есть большой спрос. Ваше ощущение с начала года, ну там с февраля, допустим, или с декабря прошлого года, арендные ставки на сколько увеличились? Так, по-моему, выражение в разы означает в 10 раз, да? Нет, в разы можно было 2, но тем не менее, 2, 3, 4. Три квартиры, которые стоили, допустим, 3-4 тысячи лир, стоят 15-20. Да, 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 поэтому тут очень сложно сказать, кто на самом деле страдает от чего. Деньги просто переместились, ну и все, да. Окей, давайте теперь несколько слов о конкретных примерах, вот что это за объект. Я понимаю, что мы выбрали буквально там 3-4, их у вас гораздо больше. Значит, сейчас я тогда презентации открою, и потом мы еще немножечко по Алане поговорим. Так, пожалуйста. Ну, это один из вариантов инвестиционного проекта, который будет строиться еще 2 года. Застройщик предусматривает удобный план оплаты. Наверное, рассказывая об этом проекте, я обобщу, и что много других такого же плана строительных объектов, ну разве что немножко отличается архитектура, да, предлагают одинаковые примерно условия оплаты. Это резервация, обговаривается, когда будет, в течение какого времени будет внесен первоначальный взнос, и 50% первоначальный взнос и рассрочка до окончания строительства. Расстройщики очень гуманны в этом плане, они рассматривают любые варианты, не обязательно там прям каждый месяц, он может и в 2 раза в 3 месяца производить оплату человек-покупатель. Вот такого плана комплекса, их сейчас много. Стали стартуют в районе Алтентаж с большой, с богатой инфраструктурой, это с бассейнами летними, зимними, с местами отдыха возле бассейна. Также на территории включаются, стали включать баскетбольные площадки, потому что площадь участка стала позволять. Есть открытые парковки на внутренней территории, крытые парковки также есть. Вот про крытые парковки пару слов буквально скажу, Только никому не рассказывайте, я вот так вот, только между слушателями этого вебинара. Мы еще потом опубликуем. Очень частый вопрос, а сколько я должен заплатить за парковку? Я говорю, пожалуйста, тихо-тихо, на этом месте не учите турков продавать парковки, пожалуйста. Эти парковки, они идут для жителей комплекса, вы не платите отдельно за парковку. Но и другой есть момент, парковочное место за Ивановым, Петровым, Сидоровым закреплено не будет. Просто парковочных мест достаточно для того, чтобы на каждую квартиру по одной машине там вместилось. И в принципе, всегда решается вопрос этот, что, ну, если кто-то там пригнал три машины, конечно, можно сказать охране, что вот мне там места не хватает, охрана быстро комплекса решит этот вопрос. Это что касается парковки. Вы говорите о парковке именно вот такого типа комплексов или это не только? В любом комплексе, где есть закрытая парковка, я говорю о закрытой парковке, потому что открытая парковка, ну, она может быть и рядом, за территорией, внутри, понятно, да, это много места. А я говорю о закрытых парковках, которые вот под домом, где мы заезжаем, и она стоит, там замечательная машина. Вот такой вот нюанс. Не учите турков продавать парковки, пока им в голову это не пришло. Окей, хорошо. Так, значит, как далеко, например, ну, такой и подобный комплекс от моря? Этот комплекс будет на расстоянии 4,5 километров от моря. По сути дела мы замеряли это где-то примерно 10 минут с учетом светофоров на машине. Пешком тоже можно дойти, но это займет минут, наверное, 20-25. В многих комплексах такого плана состройщики предусмотрели трансфер на пляж. То есть будет работать автомобиль, часы работы будут, который будет отвозить жителей этого комплекса на пляж. Сколько это будет автомобилей, это уже будут решать они вопросы самостоятельно, но заявлена такая опция. Ну, вы знаете, опять же, ощущение, то есть если бы вы сказали, что море начинается там в 50 метрах от этого комплекса, я бы, в общем, не удивился, потому что, ну, он производит впечатление такого именно курортного варианта. То есть это вот и под аренду тоже вполне себе, но вот 4,5 километра, тем не менее. Ну, для Анталии, для большого все-таки, для большого города и с такой большой, мощной городской инфраструктурой это нормальное расстояние. Вот если бы вы мне сказали 15 километров, 10 километров от моря, ну, можно было бы, наверное, задуматься, соответствует ли цена этому расстоянию. А изучая и понимая, в общем-то, особенности городской застройки вдоль линии моря, то это нормальное расстояние. Окей, смотрим следующий комплекс. Да, тоже такого же плана, но только здесь малоэтажное строительство. Застройщик очень интересный, он вышел на рынок Анталии. Раньше они строили объекты в Алании. Вот, они предлагают очень удобный план оплаты, 25% первоначальный взнос и дают рассрочку на 2 года. Это тот срок, который будет строиться комплекс. Прекрасный застройщик, мы у него много продаем, у него несколько сейчас, 4 строительных проекта стартануло. Один из них, я выбрала показать эту картинку, чем он интересен, что на территории жилого комплекса будет не только стоять многоэтажный жилой дом с квартирами, но будут и виллы. И пока еще остатки виллы есть. Они как-то отдельно будут огорожены, здесь отдельная зона, люди же в вилле захотят наверняка некое уединение, или в общем это просто... Вот, как на картинке видите, показано, то есть зеленые насаждения будут как бы разделяться площади разных вилл, прилегающая территория, потому что поставить забор, в принципе, можно, но чтобы он не был прям таким забором, меняющим облик жилого комплекса. Как-то надо обыграть его, чтобы он был небольшой, но самодеятельностью в жилых комплексах заниматься не разрешают. Например, когда человек хочет сделать красное застекление балкона, а весь комплекс голубого цвета, то, конечно же, нет, это меняет облик, фасад здания. Где-то могут не разрешить демонстративно вешать кондиционеры, застройщик предусматривает определенные зоны для них. То есть вот эти моменты тоже необходимо человеку понимать, что с самовольством, с самоустройством как бы не надо делать это. Окей, давайте дальше. О, это мой любимый вариант. Ну вот смотрите, я выбрала именно эту фотографию показать, потому что на заднем фоне вот прямо мы видим дома старого жилого фонда. То есть тут, ну, нетрудно представить себе, как будет выглядеть дом выше, да, вот балкон, и он белый. Это дом, который построен взамен снесенного дома, то есть это реновационный, по сути дела, дом. Здесь нет бассейна. Вот такая огороженная территория, ухоженная, и квартиры с подъезда, ну, подъезд и, соответственно, квартиры. И центр постепенно, но я думаю, что это, в принципе, достаточно быстро будет происходить, потому что строительство дома занимает около года. И они вот точечно, нормально так строят, сносят дома, быстренько, очень тихо сносят, и сразу же начинают, по сути дела, приступать к строительству. Разрешение на строительство в Анталии занимает, получение разрешения на строительство занимает приблизительно до месяца. И как только получил застройщик это разрешение, они уже приступают к строительству дома. Так вот эти вот старые дома в центре, простите, пожалуйста, вот эти старые дома, они будут тоже снесены. Они будут снесены, и будут, вид, центральная часть города постепенно будет приобретать вот такой хороший облик. А просто для понимания, вот жители вот в этих старых домах, они получают квартиру в новом доме, или там немножко другая схема в Турции? А это как они договорятся. Дело в том, что прежде чем вообще сносить дом, составляется нотариальное соглашение между собственниками этого дома. Они могут взять квартиры, могут получить какую-то компенсацию. Как договорятся стороны, и что они в этом нотариальном соглашении напишут, так и будет. У вас здесь вот в приложении конкретно по этому проекту написана центральная часть города. Можно ли говорить все-таки еще разок о центральной части города и престижной части города? Это немножко разные в данном случае вещи? Ну конечно, ну конечно. Но что мы вкладываем в понятие престижа? Это же не только саму квартиру и ее внутреннее убранство, да? Это как я подхожу к своему жилому комплексу, мимо чего я иду, куда я пойду гулять с собакой, куда я выйду с девушкой на свидание, что меня будет окружать вокруг. И конечно, престиж, престижный район, это совсем другой район. Центральная часть города, это скорее тот сегмент недвижимости, который бюджетный. Но мы его защищаем все равно, потому что там тоже можно пройти и до парков, и до общественного транспорта, и не все так страшно и ужасно, как может показаться на первый взгляд. Поэтому мы показываем, вот куда надо ехать, а куда лучше подумать. Окей. Давайте смотреть дальше. У нас еще есть несколько предложений. Вот, например, эта квартира, это предложение сейчас у нас есть от собственника, комплексу где-то около 8-9 лет. Это комплекс с охраной, с закрытым бассейном, вот черные окна, за ними закрытый бассейн. В правой части бассейна, в левой части фитнес-окна выходят на открытый бассейн. И вот такой красивый, очень озелененный комплекс, три блока в нем. Расстояние до моря 900 метров, но район закрыт. То есть можно купить эту квартиру, ее можно будет сдать в аренду, можно самим приезжать, но вид на жительство по этому именно объекту пока будет получить затруднительный. Окей. Так, ну и давайте уже в завершении тогда нашего диалога еще несколько вопросов. Во-первых, от наших зрителей, дает ли возможность получения ВНЖ при долевом строительстве дома? Давайте, знаете, как определимся. Вот долевое строительство, что вы вкладываете в это понятие? Вы думаете, что вы сейчас подпишете долевого участия договор, кто-то его будет контролировать, исполнять этого договора, кто-то будет выступать гарантом этого договора, что именно вкладывается в понятие? Смотрите, как у нас поступает здесь ситуация, поскольку у нас не открытый диалог, я не могу непосредственно задавать вопросы авторам сообщения. Разные абсолютно понятия долевого строительства, которые мы вкладываем в Российской Федерации и здесь в Турции, потому что составляется договор со строительной компанией, как покупателя физического лица, например, есть конкретно Иванов Иван Иванович, который хочет купить квартиру в строящемся доме. И, соответственно, этот договор может быть заверен нотариально застройщикам, может быть не заверен нотариально застройщикам. Застройщик к этому договору в виде приложения обязательно представляет все необходимые документы, которые у него имеются. Мы их, естественно, проверяем, будучи специалистами с лицензиями. Также указываются все его юридические реквизиты, кто полномочен у них подписывать этот договор. То есть приложение может быть намного больше, чем сам договор. Вот как у нас здесь принято. Потому что, когда долевое, тут все-таки там есть гарантия, там есть целый федеральный закон в России по долевому строительству. Это не так у нас тут. Правильно. А как это связано с ВНЖ? Ну, вид на жительство дается в готовом строящем, в готовом проекте. То есть пока дом не построен, миграционная служба может задать вопрос. ВНЖ и гражданство, прошу не путать, на гражданство в строящемся доме, пожалуйста, подаем. А вид на жительство? Вид на жительство. Жить. Может, могут миграционная служба и отказать. Окей. Инна, мы большую часть разговора, как, собственно, заранее заявляли, посвятили Анталии. Но, насколько я понимаю, вы ведь занимаетесь недвижимостью не только в Анталии, просто Анталия, у вас любовь, в сердце вы тут живете. Но вы работаете и с Бодрумом, и с Алани, и с Истамбулом. Все-таки вот логика людей, влюбляющихся в итоге в Анталию и выбирающих, или просто выбирающих именно житие в городе Анталия, это что? Это почему? Это как? Ну, мы каждый человек, он, в принципе, привык жить в каком-то социуме, да, безусловно. Мы же люди, которые контактируем между собой, нам неинтересно жить сам себе в пещере. Нам нужен круг общения какой-то. Дальше мы уже начинаем кружева вокруг себя оплетать, что я хочу социальную жизнь, я хочу культурную жизнь, я хочу куда-то пойти, я хочу куда-то поехать, я хочу комфорт, и вот все, чтобы это все у меня присутствовало. И Анталия, на мой взгляд, она сосредоточение очень многих вот этих вещей. В Анталии ведь есть даже христианские церкви, чего я, например, не знаю по региону побережья. Может быть, где-то есть, но я точно могу сказать, что в Анталии они точно есть, причем там разных конфессий даже есть. Что касается, например, альтернативных каких-то локаций других городов Турции, часто нам говорят, я люблю Турцию. Я поправляю, говорю, нет, вы, скорее всего, любите Анталию, потому что не во всех городах вы Турции были, и все-таки сосредоточены вы на западной стороне Турции. Стамбул, например, взять, мегаполис. Часто мы слышим, я опять-таки, я всех коллег, которые занимаются Стамбулом, Аланией, Бодром, я не хочу. Я вот свой кулик, свое болото хвалит. Ну, я просто как бы субъективное мнение буквально немножко выскажу. Некоторые покупатели говорят, зачем мне вторая Москва? Это огромный город, Стамбул, да, который нуждается в своем покупателе, которому нужно это. Ему очень нравится и вот ритм этого города, а может он вообще не хочет там жить, и он чисто использует инвестиционную привлекательность Стамбула. Но это холодно. Температура Стамбула зимой – это температура курортов Краснодарского края, это снег, это минусовая иногда температура. И, в принципе, из-за того, что этот город большой, Стамбул, то такого доступа, как у нас вышел и прошел на море, и купаешься в море, ну, тоже нет. Там надо куда-то поехать, чтобы искупаться в море. Большой, огромный город. Что касается Алании. Приятный очень город, огромное количество жилых комплексов с богатой инфраструктурой, все. Но, на мой взгляд, немножечко перенасыщен рынок недвижимости. Достаточно плотная застройка в некоторых районах Алании. Но вместе с тем она прекрасная. У нее есть пляж Клеопатры, песчаные пляжи, опять-таки прогулочные набережные, ночная жизнь достаточно интенсивная. Для многих это важно. То есть, ну, она маленькая. И, на мой взгляд, она немножечко сезонная Алания. Возможно, я ошибаюсь, местные жители, наверное, со мной вступят в дебаты. Вы сразу сказали, что вся кулик свои в болотах валит. Я еще смотрю, какие вопросы к нам еще поступили. Тут, в общем, все понятно. Вопрос отдельный есть. Вот он с чем связан. Вы сказали о возможностях Анталии. Все-таки отдельно очень многих сейчас волнует история с переездом. И с переездом с детьми. Какой может быть у вас, насколько я понимаю, опыт есть. Там школы, детские сады. По факту они есть. Но просто может быть от вас, как человека с опытом, здесь просто хотелось бы услышать, знаете, все будет хорошо. Или наоборот. Ваши ощущения, ваш взгляд. Как с этим быть? Все будет хорошо. Я все-таки сторонник того, что когда мы говорим... Ведь это очень важно на самом деле, где будет учиться ребенок и какое он будет получать образование. Дело в том, что опыт всех наших знакомых, покупателей, соседей, кого угодно, показал следующее. Я вот сейчас говорю чисто из опыта всех людей, которые сюда когда-то переехали с детьми. Показал следующее. Что если вы хотите остаться здесь жить, а не просто там командировка на месяц, на два, да, и там перекантоваться как-то надо. А если действительно есть цель попробовать пожить здесь, то я считаю, что детей надо отправлять в турецкую школу. Будет она частная, либо будет она государственная. Это уже второй вопрос. Потому что дети учат турецкий язык на базе турецкого языка. Они очень попадая вот в эту среду, они очень быстро схватывают, очень быстро схватывают язык, и через полгода ваш ребенок будет за вас торговаться на рынке, по сути дела, вы не заметите. А у взрослого мышление работает так, он начинает переводить с русского на турецкий, поэтому немножечко тяжелее идет процесс обучения языка, наверное. У детей по-другому. А вот так, вот так, все, вот туда пошли, пришли, все. Поэтому, единственное, ну, нужно, конечно, поддержать ребенка, возможно, там, репетитора дополнительно. Первое время просто показать ему, что вы его любите, он у вас умный, смелый, все у него получится, и все будет хорошо. Не слышала ни разу ситуации, чтобы иностранного ребенка на почве того, что он иностранец, как-то прижимали в школах. Я не слышала. Может быть, что-то где-то и было, но я не слышала. Хотя у меня много женщин в коллективе, у которых есть дети, я таких жалоб и от клиентов тоже не слышала. Несколько смутили, мы, видимо, наших неких зрителей, вот истории с отсутствием гарантии по долевому строительству. Тут, наверное, люди не очень поняли. Я не сказала, что нет гарантии по долевому строительству. Я сказала, что мы, давайте говорить о терминологии, которая разная, трактовки законодателя. Потому что в российском праве, и, возможно, вы опираетесь на российский закон, где существуют различные счета, которые ставят под контроль государства, застройщиков, вот если я не ошибаюсь, там... Ну, я скрою счета, а есть, ну тут... Да, 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 где государство принимает активное участие вот в этом процессе, прямо вот влазит в эти счета и блокирует деньги, и не дает эти деньги взять застройщику для того, чтобы строить. Я говорю о вот этой сложной структуре, которая здесь так не работает. Но она работает по-другому. Заключается договор, он может быть заключен нотариально с застройщиком, то есть и застройщик приступает к строительству. Поэтому расстройщика и существует, что если на каком-то этапе застройщик, например, останавливает строительство, либо еще какие-то вопросы возникают, то вы можете не заплатить очередной платеж, можете открыть судебную тяжбу. Кроме того, помимо тех условий, которые обговариваются в самом договоре с застройщиком, существуют ведь еще и законодательные акты, которые говорят о том, что если он опаздывает в срок, то он обязан платить неустойку. И эта неустойка может выражаться в размере стоимости арендной платы, которую необходимо снимать человеку, поскольку он не может заселиться в этот объект. То есть помимо самого договора существует еще масса законодательных актов, которые вас защищают, не переживайте. Окей. Ну и еще два вопроса у нас есть. Первый. Если подаваться на гражданство, можно ли сдавать квартиру? Конечно. Да. Когда покупаете недвижимость на гражданство, она ставится на три года в блок. Это одно из условий закона. Три года нельзя отчуждать недвижимость. Отчуждение недвижимости – это определение дальнейшей юридической судьбы вещи, продавать ее, ну то есть менять собственника. Вот отчуждать три месяца, три года ее нельзя. Три года. Но распоряжаться ей другим образом, владеть, пользоваться, конечно, можно. Право владения, например, это возможно сдавать в аренду. И, возможно, я от Марины неправильно вопрос тогда уточнил. А если ты покупаешь недвижимость дороже 75 тысяч, то есть в расчете на то, что там через 5-6 лет будешь подавать на гражданство, и будешь, и живешь в Турции, вот ту квартиру, на основании которой ты продлеваешь это ВНЖ, вот ее ты сдавать можешь? Если речь идет о… Сдавать можно, да, сдавать можно любую недвижимость. Вопрос, скорее всего, возникнет другой. Какая может возникнуть ситуация? Если человек купил эту квартиру и хочет себе ВНЖ собственника, то есть он под себя будет использовать этот адрес, а квартирант, который захочет жить год, например, тоже захочет адрес по этой квартире, так вот уже квартиранту откажут. И поэтому тут нужно, мы предупреждаем заранее, если вы хотите сдать квартиру и вы не хотите в ВНЖ, не вздумайте заявляться на ВНЖ просто так. Отдайте адрес квартиранту. Дальше. Подходит ли район Белика под ВНЖ и гражданство? Да, да, конечно. Окей. На вашей практике как часто бывает недострой? Был один у нас товарищ такой, кооператив, но мы вовремя проверили все документы, и, наверное, он до сих пор не достроился. И мы ушли оттуда, больше не достроив, не знаю. Мы там ничего не продали. Но знаю, был такой один, был, да. А так мы работаем с застройщиками. Понимаете, ведь наша задача какая? Мы же не просто продали и забыли. Мы пишем везде, что с продажи квартиры, наша покупка квартиры, наше знакомство только начинается. Ну, я как адвокат с 20-летним стажем, вот мне как-то не привыкла, знаете, продал квартиру и куда-то раствориться в пространстве. Ну зачем? У меня люди ко мне годами возвращаются, и действительно есть наработанные связи вот с клиентами. И мы когда берем кого-то на продажу, мы все-таки присматриваемся. Наши юристы проверяют документы, какое портфолио у человека есть, да, вот у этой строительной компании. Строит он за свои деньги, либо он активно кредитуется, либо он собирает деньги с покупателей и на них строит. Вот это все мы тоже ведь оцениваем. И просто так все подряд не предлагаем. Окей, ну и тогда, наверное, уже может быть заключительный вопрос. Все-таки завершается 22-й, начинается 23-й. Ваш прогноз по ценам на недвижимость. Потому что в середине вот нашей беседы вы сказали, что этот год действительно был аномальным, и о нем не только относительно рынка недвижимости Турции, в принципе, на основании его говорить о том, что рынок будет развиваться и дальше, также, наверное, некорректно. Но все-таки ваше ощущение такое сдержанно-консервативное, если об этом говорить. Ну, я скажу мою любимую фразу, я повторюсь, может быть, спрос всегда рождает дефицит. Если спрос будет шагать такими же километровыми шагами, как он шагал в 2022 году, и никаких резких выпадов со стороны государства не будет, в плане, например, закрытия интенсивного района, то есть на спрос факторы объективные влияют, не будут, то рост цен на недвижимость будет продолжать расти. В какой геометрической прогрессии, это будет сказать сложно. Побиты все мировые рекорды в этом году. Сказать сложно, безусловно. Но из-за того, что все-таки объектов недвижимости не так много, это не какие-то прямо вот вдруг появляются, и появляются там вот микрорайоны, земля вдруг насыпаться начала. Нет, конечно же. То есть сейчас очень активно все иностранцы раскупят алтентаж. Очень активно. Потому что это действительно очень интересный район, там классные стройки, почему бы его не брать. Застройщики с момента, некоторые застройщики с момента старта, допустим, в январе и феврале уже 5-6 раз цены подняли. То есть человек видит, как у него растет стоимость его недвижимости, ничего для этого не предпринимает. У него она сама по себе растет, застройщик поднимает цены. Это, конечно же, будет инвестиционно привлекательным. Ну и знаете, я считаю, что недвижимость вот в 2023 году выйдет, ну то есть она уже сейчас вышла, да, среди активов, да, вот дифферцировать пакет надо своих инвестиций. Она хоть и не консервативный способ вложения, но оправдывающий на самом деле себя. Потому что всем все понятно. Вот мне нужно вытащить нал, я продал квартиру. Мне нужно спрятать нал, я купил квартиру. Не все люди очень сильно образованы в фондовых каких-то вещах. Поэтому для меня это надежная, хоть и консервативная все-таки инвестиция. А если это инвестиция на Средиземном море, а не на Азовском, то почему бы нет вообще? Ведь покупатель на нее есть, и покупатели ведь не только со стран постсоветского пространства, к нам едет весь мир. И только в этом году Russian Federation стала на первое место по покупкам, ведь она не стояла на первом месте. Она форсировала первое, третье, четвертое. Иран, Ирак, Бахрейн, Катар, Азербайджан. Пожалуйста, страны Европы очень интенсивно скупают и Анталию, и Аланию. Поэтому ваш потенциальный дальнейший покупатель, он очень широкая география у него. Ну вот сегодня, кстати, да, пришла очередная статистика Турстата. Граждане России, да, с огромным отрывом на первом месте. В ноябре что-то 2400, по-моему, сделок. Но, собственно, можно было бы радоваться, но, к сожалению, не всегда веселые события вынуждать к такому. Это да. Есть, это да, здесь понятно. Инна, спасибо вам огромное. Я просто, кстати, еще хочу вам показать. Вот мы с вами говорили про этот проект. Сейчас. Вот если я правильно помню, вот про этот вы мне рассказывали, что вот 173 тысячи цена, а 120 или 130 было в начале года, да, продавалось? Да. Да, с момента открытия продаж застройщикам цена начиналась намного ниже. Я сейчас абсолютно точно не скажу, но что-то в районе 130. Да, да, да. А мы пока еще и год не закрыли. Понятно. Ну что ж, дорогие друзья, Инна Данилова, руководитель международной компании недвижимости Инест Холмс. Я, во-первых, еще раз благодарю вас, контакты Инны на экране. Я хочу еще сказать, что у нас на Приане в этом году еще будет несколько вебинаров, но уже мы завершаем год. Отдельного по Турции вебинара у нас больше не будет. Спасибо вам огромное. Ну и, может быть, просто буквально каких-то пар уже таких предновогодних пожеланий от вас. Филипп, Филипп, в вашем лице большое, конечно, такое вот сообщество Приана. Я хочу, конечно, вас прежде всего поблагодарить за то, что вы пригласили меня выступить. Я надеюсь, что это было, в принципе, интересно тем, кто рассматривает Анталию. Я очень старалась, чтобы было интересно. Я говорила не какие-то общетеоретические вещи, а абсолютно практические вещи, с которыми мы сталкиваемся в жизни. Я хочу вам всем, уважаемые участники, кто сегодня уделил время, и спасибо вам за то, что вы меня послушали. Я хочу вам всем пожелать, чтобы все, конечно же, стрессы остались в этом году, чем бы они не были обусловлены, и чтобы Новый год мы все вступили с позитивным настроением, здоровые, и чтобы у нас все было, нам за это ничего не было, да, или как там говорят. Да, говорят. Пусть все будет хорошо. Хорошо. Наша солнечная Анталия вас всегда ждет. Наше агентство всегда рада ответить на любые ваши вопросы. А, Прианну, огромное спасибо за организацию этого вебинара. Всех с наступающим Новым годом. Друзья, спасибо большое. Итак, Инна Данилова, компания Inest Homes. В ближайшие часы ссылка на наш вебинар, который прошел, будет опубликованной в Телеграме, вы все ее получите. А статья выйдет, видимо, ближе к концу этой недели, в начале следующей. Там будет гораздо больше об Анталии от нашего замечательного эксперта. Инна, спасибо вам огромное. До встречи. И с наступающим Новым годом. Всем мира и добра. Удачи. Совершенно верно. Спасибо большое. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok